Всем привет! Наконец-таки я добралась до этого видео. Пошли грибы и абсолютно некогда. Это заказ по 14 каталогу Avon. В этот раз, в принципе, такой средний заказ был, небольшой, не маленький. Как всегда, начну с новинок 15 каталог, который заказал по фокусу. И первое, что покажу, это парфюм от Avon Life Color. Такая интересная пирамидка, но как парфюм, честно, меня разочаровал. Потому что очень сильно похож на своего предшественника, просто Avon Life. Прям вот, ну, очень похожие ароматы, точно такой же вот этот рисковатый цветочный запах. Но только вот этот, конечно, слава богу, точнее, немножко поприятнее. То есть, тем я вообще не смогла пользоваться. Ну, прям вот одеколон одеколоном. Настолько он был резкий на мой вкус. Поэтому я отдала. А вот этот, он тоже такой рисковатый, цветочный. Но здесь уже как-то, не знаю, то ли спирта поменьше. В общем, здесь уже хоть какой-то аромат чувствуется. Здесь такие свежие цветы. Я не чувствую здесь фруктов, хотя, по-моему, они здесь должны быть. Но вот он все-таки более такой свежий, цветочный, но немного вот он рисковат. Следующий аромат – это уже туалетная вода, самый White Tropical. И первый, кстати, за тест, прям первый вдох. И я почувствовала какую-то несвойственную для Avon нотку. То есть обычно вдыхаешь и сразу приблизительно понимаешь, на какой аромат от Avon он похож. Этот я вдохнула и поняла, что в Avon нет такого аромата. Но единственное, что потом почувствовала какую-то все-таки знакомую нотку из какого-то аромата. То ли предыдущий, самый White, какой-то был там Paradise, по-моему. Но все же он отличается. Здесь какой-то такой фрукт. Это фруктовый аромат, для меня, по крайней мере. И вот он какой-то такой... Ну, действительно, есть вот эта нотка, которая не присуща Avon. Это уже радует, что хоть что-то новенькое появляется. Еще одна новинка 15-го каталога. Это мицеллярная вода с маслами, глубокое питание. Avon True Nutri-Effects. Двойное такое средство, двухфазное точнее. Но видно, что здесь вот этих масел маловато. То есть бывает средство где-то побольше. Здесь не слишком много. Но даже несмотря на то, что здесь не слишком много вот этой маслянистой субстанции. Все равно это чувствуется, это ощущается. И мне это не нравится. Потому что после вот этой мицеллярки, которая в принципе мицеллярная вода, это то средство, которым ты можешь пользоваться среди дня. И не обязательно после этого идти умываться. То есть тебе просто нужно снять макияж. Ты снимаешь мицелляркой, и не остается никакого-то жирного слоя, как после молочка для снятия макияжа. Ничего, никуда не залазит, как после двухфазных средств. Это вот именно двухфазка своего рода. Это не совсем мицеллярка. Поэтому после нее желательно умываться, потому что вот это масло, оно попадает в глаза. Создает такое неприятное ощущение. Иногда прям, ну, даже глаза. Если переборщить на ватный диск, то даже глаза не могу открыть. Вот просто пленочка какая-то. Ну, в общем-то, мне не очень понравилось именно то, что это средство, ну, все-таки это двухфазка. Взяла просто попробовать, но поняла, что лучше обычной макияжной воды для меня нет ничего. Ну, или хотя бы, знаете, мне еще нравится использовать какое-нибудь молочко. Оно даже если жирное, то оно не затекает в глаза. Совсем забыла, я заказала пробник мужской парфюмерной воды, точнее, туалетной воды Avon Life Color. Это вот такая зелененькая. И вот она как выглядит зелененькой, она и по аромату какая-то вот такая ядрено-зеленая. Это вот, знаете, не свежий аромат. Это вот зелень, но зелень такая не свежая. Она не пихтовая, но какая-то прям такая немножко тяжелая, насыщенная. Не знаю, какая-то перечная. В общем-то, я не до конца могу объяснить, что это за зелень. Но интересный аромат. Такой не... Ну, может быть, он свойственен, Avon, потому что я не все мужские ароматы знаю. Но в основном у Avon чаще всего бывает что-то такое более свежее, более легкое, фужерное. А это вот что-то такое насыщенное, зеленое, зеленое. Но вот именно не свежая зелень, не такая не свежая скошенная травка, а что-то такое тяжеленькое. Еще одна новинка, но это не совсем новинка. Этот спрей уже когда-то был. Спрей с ароматом нежного инжира. Ну, просто мне нравится этот аромат. Такой сладкий-сладкий, вкусный-вкусный, фруктовый, но прям именно, знаете, фрукты как будто бы с добавлением чего-то такого ванильного, ну, прям вот аж приторное немного. Новинка уже 14-го каталога. Вот такая тушь от Color Trend. Честно говоря, не помню, как она называется на русском. Так, это тушь для ресниц Turbo Effect. Что нам обещают? Причем написано 4 в 1. Хотя, а, объем и разделение, длина и подкручивание. И честно, эта тушь делает все, что здесь обещают. Я сама была в шоке. Когда я воспользовалась этой тушью первый раз, я реально увидела длину. То есть мои длинные ресницы стали еще более длинными. И честно скажу, не от каждой туши удлиняющей. Я этот эффект вижу. Здесь я этот эффект увидела. Когда нанесла, но на все остальное как-то не обратила внимания. Не знаю почему. Сегодня, когда я нанесла эту тушь, она у меня на глазах. Но единственное, что тушь свежая. Поэтому немножечко, может быть, вот этого разделения не видно. Хотя, когда красила вот первым слоем, разделение было. Но потом решила накрасить еще одним. И вот немножко подсклеились ресницы. И на камеру, не знаю, почему-то такое ощущение, что не все ресницы видно. Потому что когда я смотрела в зеркало, они реально были такие более пушистые. То есть дает объем разделения. Но разделение, конечно, будет заметно, когда тушь немножко подсохнет. Потому что сейчас она свежая. И подкручивание. Ну, в принципе, от такого подкручивания какого-то, ну, как, я не знаю, как если бы подкручивать специальным инструментом, такого от туши я никогда не видела. Но вот именно то подкручивание, которое может дать тушь, оно реально было вот сегодня с утра, не знаю, как сейчас. Но с утра в зеркало я действительно заметила это подкручивание. Поэтому тушь стоит копейки, а реально делает много. Здесь обычная, не силиконовая щеточка. Такая удобная, маленькая, не здоровая. Я вообще, мои ресницы нормально воспринимают большие щеточки. Но некоторые из них, некоторыми из них не очень удобно пользоваться, когда они вот именно таким бочонком сделаны. И если кончик не вытянут, то есть она большая, толстая, и даже мои ресницы не очень удобно прокрашивать. Мне удобно, когда она большая, но немножко вытянутая. А здесь она... Здесь она маленькая, очень удобная, и мне напомнил этот тушь из детства, когда только... Ну, начинала я краситься, скорее всего, маминой. А вот когда уже начала своей краситься, то вот какая-то такая щеточка и была раньше. Также я все-таки заказала полноразмерные версии. Новинка 13-го каталога. Помада Эйвон Матовое Превосходство Невесомость. Я заказала себе 4 оттенка. 4 первых таких самых светлых оттенка. Ну, давайте свотч покажу. Хотя свотч видео на моем канале на губах уже есть. Но давайте покажу уже помады. Итак, я заказала оттенок кашемировый. Очень приятный такой оттенок. Недовый. Помада очень приятная. Сейчас у меня на губах оттенок... Оттенок лиловый шепот. Вот он. Что мне понравилось в этой помаде, это то, что она матовая, но не плотная. Легкая действительно, но в то же время не пудровая. Потому что иногда легкость вот этой матовой помады достигается за счет того, что она вот прям пудровая на губах. И особенно светлые оттенки. Настолько они все подчеркивают за счет своей пудровости. Это не очень красиво. А вот эта помада, она реально вот какая-то легкая, не пудровая, невесомая такая, муссовая что ли. Еще один оттенок. Это невесомый нюдовый. Самый светлый. Но даже самый светлый на губах не выглядит выбеливающим. И в моем видео, там где я показываю все оттенки на губах, это видно, что даже самые светлые оттенки, они не подчеркивают никаких шелушений, они не выбеливающие, они очень приятные. И еще один оттенок. Розовая пелена. Несмотря на то, что это как бы светло-розовый. В каталоге он выглядит именно светло-розовым. Но это невыбеливающий, абсолютно розовый. Он тоже на губах смотрится достаточно хорошо. Потому что бывают прям такие розовые, которые наносишь на губы, и они просто настолько светлые. Это вот не светлый оттенок, он очень хорошо смотрится на губах. Заказала именно эти четыре оттенка, потому что мне показалось, что они самые такие простые в использовании, такие легкие, не яркие, не навязчивые. Вот, ну, больше всего мне понравились. И уже не новинки, такие старички, которые просто мне понадобились уже. Это тональный крем от Avon Color Trend, матирующий в оттенке Natural. Сейчас у меня на лице, ну, это такой не очень светлый, не очень тёмный оттенок, очень приятный. Что мне нравится? Матируют? Ну, нормально матируют. Не скажу, что это прям какое-то такое мотирование, знаете, муссовое. Хорошо матируют. Достаточно хорошо ложится. Нет каких-то, знаете, он не капризный нанесений. Его можно носить и спонжем, и кистью. Не будет он нигде там полосить. Стоит копейки, а на лице смотрится достойно. Да, и не особо заметно. То есть бывают тональники, которые прям где-то что-то видно. А этот его особо на лице и не видно. И также взяла пудру от Avon Color Trend. Оттенок Transillicent. В общем-то светлый там какой-то оттенок был. По названию какой-то то ли прозрачный, ну, что-то такое было. Но на самом деле он не такой уж и светлый. Тоже сейчас у меня на лице. Но он вот на Сочи выглядит гораздо более светлее, чем на лице. Потому что, ну, все равно как-то подстраивается. Это среднее покрытие, такое не особо плотное. Тоже неплохо матируют. Такая парочка к тональному крему. И стоит тоже копейки. Единственное, здесь, конечно, нет зеркала. Это такой небольшой минус. Ну, неудобно иногда бывает. И не знаю, в какой раз уже показываю. Средство для ногтей. Топовое покрытие от Avon Mark. И не знаю, в какой раз уже буду говорить. И буду говорить до тех пор, пока мне не услышат все. То, что это лучшая сушка для ногтей. В каталоге об этом не сказано. В каталоге сказано, что там просто топовое покрытие. Дает блеск. Там продлевает срок службы лака. Но на самом деле это лучшая сушка. Потому что, как только вы наносите сверху своего лака вот это покрытие. Все. Через несколько секунд высыхает это покрытие. Запечатывает ваш лак под собой. И он уже никуда не девается. Не нужно сидеть, сушить, дуть. Там, я не знаю. Делать какие-то манипуляции. Особенно, если в два слоя наносить лак. Он будет вообще... Лак от Avon очень долго сохнет. Особенно Avon Mark. Он более густой, что ли. И он очень долго сохнет. И до конца, до победного. Его можно сушить часами. Так, чтобы, знаете, вы могли, не знаю, там... Лечь на руку. И у вас ничего не отпечаталось. Тут нужно прям долго сушить. И вчера, кстати, попробовала... До этого не пробовала. Как-то обычно один слой наносила. Вчера попробовала два слоя. То есть... Ну, все равно два слоя высушить тяжелее. И нанесла это топовое покрытие. Чуть-чуть на несколько секунд Это покрытие вместе с лаком сохло подольше. То есть, если обычно прям, ну, реально, пять секунд и все сухое, То здесь, ну, может быть, полминуты, ну, максимум минута. И вот все, лак высох до победного конца. То есть, уже с ним ничего не могло случиться. Так что, лучшая сушка. Всем советую. Обязательно попробуйте. Просто, ну, не знаю. Мне кажется, лучше не бывает. И последнее, что я вам покажу, Это приз за второй шаг в какой-то программе. Там я выбрала себе набор от Nutra Effects. Первое, что в него входило, это легкое очищающее масло для лица. Мне оно очень-очень нравится тем, что, Несмотря на то, что это масло, Но кожа абсолютно не липкая, абсолютно не жирная после него. Она, наоборот, очищена настолько хорошо, Как будто бы, я не знаю, там, каким-то глиняным средством пользовалась. Но никак не масляным. Оно немножечко так пенится, ну, как гидрофильное масло. То есть, такая не пена, а белеет маску, да. Очень, в общем-то, мне понравилось это средство. И еще в набор входили два крема. Дневной, ночной, сияние, активное увлажнение. Дневной крем идет с SPF 20. Но для тусклой и уставшей кожи. Но, девочки, я не буду распаковывать. Каюсь. Обычно я всегда перед видео все, что можно, нужно попробовать. Если это декоративка, наношу на себя. Если это уход, я обязательно его пробую, дабы не просто показывать в камеру. Я купила вот это, я купила вот это, еще вот это и плюс вот это. А хоть что-то могла бы вам об этом рассказать. Но, каюсь, иногда у меня такое бывает. Очень редко. Но иногда не могу открыть, потому что все-таки запаковано, в слюде. Не скоро я, может быть, доберусь до этого крема, чтобы он не стоял у меня просто так открытым. Потому что то, что стоит у меня в запасах, я пытаюсь использовать по мере срока годности. Поэтому то, что дольше может храниться, пойдет в последнюю очередь. И не знаю, когда я доберусь до этого крема. Поэтому не буду распаковывать, уж тем более в слюде. Если был без слюды, может быть, я бы туда свой нос и засунула куда-нибудь в крышечку. Знаете, бывает иногда на вот этой перегородочке, которая идет в креме. Ну, не на всех, правда, бывает. Можно там. Если ее нет, то на крышке остается крем. И можно туда как-нибудь ватным диском, ватной палочкой немножко попробовать в новый крем залезть. Но так как он все-таки в слюде, залазить не буду. Но у меня к вам просьба. Для тех, кто пользовался, для меня, для моих остальных зрителей, напишите, пожалуйста, как вам вот эти два крема. Что делают, понравился, не понравился. Дабы мое видео не было совсем бесполезным. Пусть ваши комментарии почитают остальные зрители. Ну, и на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Ставьте лайки. Я всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok